добрый день здрасьте дмитрий сидевич вы сегодня одни да хотел рассказать третий этап про группового проекта и хорошо очень хорошо сейчас расшарить экран да да конечно да видно да все да на весь экран можно нет куда это проект номер 3 модель гармоничных колебаний здрасьте сегодня представляю третий этап проекта модель гармонических колебаний целью этапа на данном проекте является построение программного комплекса фазы фазы у спортсменов гармонического осциллятора и решение вравнений и гармонического осциллятора для следующих трех случаев для колебаний без затуханий и без внешней силой колебания с затуханием и без внешней силы и колебания затуханием и от 10 внешней силы для решения был составлен программный комплекс на языке джулия использована был и библиотеки plots для построения графиков и дифференциал для построения для решения дифференциальных уравнений как мы видим здесь представлены начальные условия частота коэффициенция духа не начальная позиция и интервал решения цифры были взяты из методические с решением для более подробного анализа и понимания правильности в составленных графиков здесь представлена на решение 1 1 случае осциллятор без затухания и без внешней силы как мы видим коэффициент затухания же здесь не представлен потому что он равен нулю второй случай это нас добавляется уже коэффициент затухания и уровне не принимает вам более сложный бит и также имеем 3 случай где у нас добавляется внешняя сила в качестве внешней функции был выбран простой простая функция синуса и второе уравнение системы дифференциальных уравнений добавилась вторая функция внешняя функция синуса давайте посмотрим какие решения у нас получились решение уравнение фазовой траектория как мы видим делаем все это обозначена скорость для модели с затуханием как видим скорость степень колебаний затухают и прерывается нулю между тем в двух случаях без затухания еще с действием внешней силы приходится автоколебание меж тем в первом случае равномерное колебание под действием внешней силы мы видим процесс стабилизации графика и более меньшую амплитуду колебаний также представлены и фазовые портфеты для всех случаев тут мы видим аналогичные результаты для случае колебания затуханием колебание останавливается меж тем первом случае семи графики фазовый портфет имеет форму овала действием внешней силой постепенно тоже уравнение принимает также форму овала целом на данном этапе были построены программ комплекс для решения уравнений были составлены графики и подготовлен комплекс для дальнейшего и более подробного анализа уравнения гармонического осциллятора на этом у меня все это услышать из них все вопросы спасибо да достаточно кратко ну и хорошо да 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 хорошо а код код вы какие-то особенности можете выделить при кодировании при создании комплекса программ ну в графике у меня не представлена процессе на построение графиков я выделил просто основные функции именно дифференциальных уравнений а какие там методы решения дифференциальных уравнений джулия есть библиотеки для разного подхода к решению что вы можете сказать по этому поводу использовал дефицит и кэшенс уже а ну вот да да он такой не самый элементарный но и не самый навороченный да хорошо спасибо да я вижу тут народу уже набралось много какие-то вопросы дополнительные вопросов нет выступающих тоже нет как я понимаю правильно ну вроде я где только а остальные просто как-то виртуальные но я задержи группа но да да конечно да конечно ну все хорошо но тогда в принципе больше говорить особо не о чем есть ли нет вопросов есть вопросы вопросов нет хорошо спасибо тогда завершим значит следующий этап все все вместе должно быть хорошо до свидания до свидания